С голубого ручейка начинается река. Для ученых эта фраза полна смысла. Родники в сравнении с большими реками, озерами довольно скромный источник воды. Но, во-первых, их много, во-вторых же, людьми активно пользуются. В течение года туристы, отдыхающие едут за водой. Некоторые местные жители каждые выходные ездят, набирают эту воду и употребляют ее для питья. А что они употребляют, мы должны знать, обязательно им это сообщить, и чтобы они учитывали. Казалось бы, сельский житель на вскидку укажет пару-тройку источников в округе. Но в официальном реестре водных объектов края их всего два. До сих пор мало кто занимался ими системно. В конце прошлого года Краевое отделение Русского географического общества получило президентский грант. С ним проведут опись родников, найдут новые, проведут анализ воды. Интерактивная карта уже работает. Мы постарались сделать такую открытую платформу, на которой каждый может, во-первых, внести информацию о каких-то объектах, которые знает, или о которых имеется информация, и посмотреть, какие находятся объекты, которые внесены. Ну и получить, соответственно, после завершения или процесса выполнения проекта, когда мы будем уже собирать информацию более точную о химическом составе, о состоянии каждого из объектов. Добавить и описать новый родник может каждый. А весной начнутся экспедиции. До большинства источников сейчас не добраться. Так что мы приехали на самый, наверное, известный родник под Барнаулом – Света Никольский. Кстати, два года назад к нему, а точнее к качеству его воды, возникли вопросы. Несколько семей тогда отравилось. Интересно, безопасна ли вода сейчас? Решили мы вот сейчас сделать такой предварительный первый анализ для того, чтобы посмотреть, что на этом роднике происходит, потому что он находится в городе, активно посещается населением. И нам интересно просто, что здесь происходит. Сколько набирать-то? Полную. Полную. Вообще, настоящие ученые для таких проб используют специальную тару, но мне разрешили и такую. Главное, чтобы бутыль была чистая. Анализ проведут в специальной лаборатории Института водных и экологических проблем. Это займет несколько дней, и с результатами мы вас сразу познакомим. Кстати, принять участие в проекте может любой. Сейчас идут познавательные лекции, а летом помощь волонтеров пригодится, когда придется искать и, возможно, чистить родники. Причем делать это правильно, по-научному. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.